Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня суббота. Сегодня огромное количество людей в Падуе, людей, которые вышли прогуляться, которые гуляют с семьями, гуляют самостоятельно. Могу сказать, что это будет очень и очень красивый самобытный стрит-стайл, отснять который было очень сложно, потому что вы сами увидите, как много гуляющих людей, но вы также сможете убедиться, как много красиво одетых людей. И да, Италия готовится к карнавальным празднествам. Я раньше думала до приезда в Италию, что карнавал это исключительно венецианская особенность и венецианский праздник, но нет, карнавал очень похож на русскую масленицу и празднуется в каждом городе. Поэтому есть венецианский карнавал, есть подаванский карнавал, есть также карнавал в нашем городе, в Абонатерм, он обязательно будет праздноваться. В прошлом году была плохая погода, его отменили, потом перенесли, и как раз-таки, когда был карнавал непосредственно в городе, в котором я живу, мы были в Венеции. В прошлом году я снимала венецианский карнавал, и могу сказать, что это видео прошлого года получилось, на мой взгляд, достаточно интересным. И именно тогда я начала снимать итальянский стрит-стайл. Тогда эти видео, кстати, не пользовались популярностью на моем канале. Стрит-стайл приобрел признание и популярность как формат на моем видео, точнее на моем канале, как формат видео на моем канале, как раз-таки, начиная с первой половины сентября. Ну что ж, снова мы видим, кто во что гораст. Хочу обратить внимание, что итальянки совершенно точно надели легкие шарфы и шелковые платки. Я увидела большое количество также крупных шалей, то есть это достаточно большой формат. Каре размером 100 на 100, либо 120 на 120, и могу сказать, что это очень красиво смотрится. Если у вас есть любой платок шелковый, легкая шерсть, смесовая ткань, носите, потому что это действительно очень и очень по-весеннему. Что еще смотрится по-весеннему, красиво, неожиданно после долгой, затяжной, холодной погоды. Очень красиво смотрятся капроновые колготки черного цвета. Достаточно плотный капрон, мы все-таки полупрозрачный. Смотрится очень и очень красиво, выигрышно сексе на любом возрасте. Что ж, только что мы видели жилетку. И такие жилетки очень популярны. Буквально в прошлые выходные я снимала, и тоже две такие жилетки попадали в объектив моей камеры. Сзади мы имеем, как правило, текстильную панель, либо драп. И спереди это самый обычный мех, самый-самый разный по длине, по фактуре, по цвету, по фантазийности, пришите кусочков друг к другу. На самом деле, очень популярны такие жилеты, сказать больше нечего. Скоро я выпущу видео об основных ошибках. И основной ошибкой, которую часто совершаем мы все, даже те, кто очень-очень любит крутиться перед зеркалом, это как раз-таки вид сзади. Очень часто пальто сзади некомплиментарно. И многие зрители обратили на это внимание, смотрятся что на мужчинах, что на женщинах. Я расскажу, как избежать этого дефекта, если все-таки уже мы купили пальто и посмотрели на себя внимательно, возможно, спустя какое-то время. И поняли, что пальто сидит на нас не очень хорошо. Я расскажу, как можно избежать этой ошибки. Но здесь, забегая вперед, могу сразу подсказать вам, что если пальто у вас под пояс, под ремень, просто не запахивайте его плотно. Закрывайте его стык в стык. Я вообще обратила внимание, кстати, вот пальто с двумя разрезами по бокам. И у меня есть ощущение, что это пальто более лояльно к сочетанию пальто плюс уги. Но пока я еще не поняла, почему, мне что называется, нужно еще понаблюдать. Но имейте в виду, пальто плюс уги, точнее уги плюс пальто с разрезами по бокам, возможно, это выход для тех модниц, кто все-таки вынужден носить уги очень-очень долго. Так вот, я говорила о пальто, когда мы запахиваем его, не утягивая, не накладывая одну панель спереди на другую, а что называется стык в стык. Я обратила внимание, что если вы приходите иметь Макс Мара, пальто, например, Мануэла, либо что-то наподобие этого пальто, самый обычный прямой крой, халатная застежка. Вот примерно, как мы видим на девушке, хотя здесь я, конечно же, акцентировала внимание, хотела вам показать прежде всего красивую яркую сумку, как красивый яркий акцент. Так вот, обратите внимание, что нам, скорее всего, консультант завяжет это пальто не очень плотно. Вообще, пальто должно носиться, крайне редко мы должны его плотно запахивать, лучше прямо-таки вот как оно легло и таким образом перехватить его поясом, либо ремнем. Обратите на это внимание. Очень много полиции, очень много полиции было в Венеции сегодня, а также вчера в Падуэм. Как вы видите, я спокойно снимаю, меня спокойно обозревают блюстители порядка, они видят, что да, я, в общем-то, делаю то, что я делаю. Это к вопросу о том, каким образом я снимаю. Но давайте посмотрим, полюбуемся прекрасными мужчинами. В этих образах, которые только что фигурировали, конечно же, основное было кепи, головной убор. Меня однажды уже попросили мужчины-зрители сделать обзор на головной убор. Могу сказать, что шляпа и кепи. Кепи, прежде всего, в клетку. Это то, что очень любят итальянские мужчины. Это то, что завершает полностью ансамбль. Ну что ж, как я часто говорю, действительно, итальянские мужчины выглядят очень и очень хорошо. Совершенно точно, итальянцы, модники отдают предпочтение классическому стилю. И если они попадают в объектив моей камеры, то, как правило, все-таки это мужчины одеты достаточно классически. В то время как итальянки, женщины, модницы, они предпочитают все-таки смешивать. И больше на данный момент предпочитают стилистику, безусловно, casual. Белое пальто и кожаные брюки. Не устаю повторять, что белое пальто прекрасно смотрится с кожаным низом. Это может быть кожаная юбка, кожаный подол платья, если такое платье мы имеем. При этом юбка может быть летящей, плессированной, либо юбкой-карандашом. А также брюки, брюки скини, на самом деле любые брюки любого фасона прекрасно будут смотреться с белым верхом. Пальто может быть укороченное, удлиненное. Самое лучшее нам, в принципе, сочетание это белый верх и кожаный низ, если мы говорим о белой верхней одежде. Продолжение следует... Еще одно мое личное открытие, которое я не смогла бы сделать, если бы не стала снимать людей на улицах, это белый шарф. Я впервые обратила внимание на то, как красиво смотрится белый шарф на мужчинах. При этом, как правило, это мужчины старшего возраста, старшего поколения. Они очень красиво носят самое обычное классическое пальто бежевого цвета, темно-синего цвета, черного цвета, либо в клетку. И белый шарф, либо кремовый шарф, слегка-слегка с оттенком ванили. И очень красиво этот шарф смотрится, очень обращает на себя внимание не только шарф, но и весь лук. И потом я стала замечать, что также на женщинах белый шарф смотрится очень красиво, очень стильно, очень элегантно. Я сделаю скоро снова подборку о стрит-стайле, точнее стрит-стайле для женщин слегка за 50. И наберу огромное количество итальянских красоток, по которым, на самом деле, со спины очень сложно отдать возраст, потому что у всех у них прекрасные длинные волосы. На самом деле, я считаю, что волосы – это основной женский аксессуар. Он позволяет выглядеть классно, здорово, дорого, респектабельно, и также позволяет выглядеть действительно гораздо моложе своих лет. И кто бы что бы ни говорил, все-таки выглядеть на пару лет моложе для любой женщины является комплиментом. И я думаю, что для любой женщины является некой все-таки целью, когда мы наряжаемся, когда мы хотим выглядеть хорошо. Скинут пару-тройку лет при помощи одежды, макияжа, а также прически. Пожалуйста, отращивайте волосы. Поверьте мне, за год отращивания можно добиться прекрасной, красивой длины, уж как минимум, до плеч. Этого сеньора мне удается заснять уже второй раз. Он всегда безупречно одет. И посмотрите, он очень правильно одет. По этикету он имеет расстегнутую нижнюю пуговицу. Я очень часто снимаю мужчин, у которых нижняя пуговица застегнута. Если в женской одежде допустимо все, что угодно, то в мужской одежде до сих пор требованием является расстегивать нижнюю пуговицу, что на пальто, что на пиджаке. И крайне мало итальянцев, даже итальянцев не совершают эту ошибку. Обратите внимание на наших спутников, обратите сами внимание на такую особенность. Если у вас есть пиджак мужского типа, пожалуйста, носите нижнюю пуговицу всегда расстегнутой. Но не потому, что этого требует этикет, как я сказала, в женской одежде допустимы многие вещи, которые до сих пор недопустимы в мужском гардеробе. Нет, просто потому, что это будет указывать на то, что вы особо не просто стильная, но также знающая определенный этикет и определенные способы ношения той или иной одежды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, дорогие зрители, вот такой стрит-стайл получился у меня на сегодня. И хочу сказать, что я больше не монтирую так, как делала раньше. Сейчас я ставлю все кусочки в хронологическом порядке, потому что иначе я очень-очень путаюсь в своем же отснятом материале, потому что это кадры, как вы могли понять, которые длятся не более 9 секунд. И если я начинаю их перемещать, я потом не могу понять, что я уже снимала, что я монтировала, что я куда вставляла. Поэтому имейте в виду, что очень часто самый классный стрит-стайл может оказаться в самом конце. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Увидимся очень скоро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...